Пространствие. Путешествуем со смыслом. Летописи относят к 1383 году, за 70 лет до падения Константинополя, когда икона семь раз появлялась перед очевидцами. По преданию, это появление проявляло чудотворную силу в еще не христианизированных землях. Вскоре после основания и особенно во время Ливонских походов Ивана IV Грозного, Успенский монастырь на северо-западной границе России внес как духовно-просветительскую, так и дозорную и связную службу. Самым древним собором является Успенский, построенный при Василии III в 1515 году. За 500 лет храм много раз перестраивался и теперь сочетает в себе множество архитектурных стилей от XVI до XX веков. Именно в нем хранится главная святыня – Тихвинская икона Божьей Матери. В XVII веке, когда страна оказалась вернутой в тяжкие испытания смуты, монастырь оказался на пути неприятеля. В 1613 году он был осажден шведской армией, однако его защитники, под предводительством князя Прозоровского, смогли отразить все атаки неприятеля и удержать обитель до прихода подмоги. В XX веке монастырь пережил тяжелые времена. В 1920-е годы он был передан обновленческой церкви, а в 1930-е окончательно закрыт. Чудотворная икона была передана как эспонат местного краеведческого музея. Во время недолгого пребывания немецких войск в Тихвине, во время войны, икона была вывезена в Псков, а затем попала в Соединенные Штаты Америки. В 1945 году церковь Тихвинской иконы Божьей Матери была передана православной общине. Более 40 лет это был единственный в округе действующий храм. Пространство. Путешествуем со смыслом.